Недавно мне попался отрывок из сериала «Секс в большом городе», где Кэрри замучила своих подруг рассказами о том, каким козлом оказался мужчина её мечты, как он не разглядел такую прекрасную, умную, весёлую, необыкновенную, талантливую, сексуальную Кэрри, и что он пальца её не стоит, и скоро точно будет кусать локти, когда поймёт, кого он потерял, но будет уже поздно. Как он мог променять меня на тощую фотомодельку Наташу и жениться на ней? Но каким слепым и неблагодарным надо быть? Когда-нибудь он умрёт старый и одинокий, и мне его жаль, он упустил свой шанс. Подруги Кэрри сначала долго и стойко выслушивали её страдания, но через какое-то время так устали от этого бесконечного потока слов и эмоций, что решили сказать ей правду. «Дорогая, ты помешалась на мужчине своей мечты, мы сыты по горло, нет больше сил». Кэрри обиженно отвечает. «Разве в момент разрыва нельзя волю поскулить перед своими подругами?» Подруги соглашаются. «Можно, конечно, но не лучше ли поскулить перед психологом?» На что Кэрри обиженно удивляется. «Зачем платить кому-то, если можно излить душу бесплатно, а заодно чего-нибудь и выпить?» «Мне не нужна помощь профессионала, у меня есть вы». На что Саманта говорит. «Да, ещё минут 10, потом вырубаем кислород и контрольный выстрел». Кэрри снова обижается. «Мне не нужна терапия, мне нужны новые друзья». На что подруги отвечают. «Мы вздрючены так же, как и ты. Это всё равно, что один слепой ведёт другого. Иногда полезно пообщаться с кем-то непредвзятым». Этот фрагмент из фильма напомнил мне о моём прошлом, когда я тоже доставала своих подруг своими душевными переживаниями по поводу очередных неудачных отношений. Сначала они с удовольствием выслушивали и поддерживали меня, давали советы, предлагали забить, выбросить всё из головы, говорили, что этот человек просто тебе не подходит или не разглядел. В общем, всячески меня поддерживали. Но и их терпению когда-то пришёл конец. Во мне всё ещё оставались переживания, я всё ещё зализывала раны после очередного разочарования, а у них уже просто не было сил слушать. Я понимала, что уже раздражаю их своим постоянно страдающим видом жертвы, ведь это всё повторялось годами. Мужчины как объекты любви менялись, а суть страдания оставалась той же. Одна и та же история повторялась в моей жизни, как мелодия на заезженные пластинки. И я совершенно не понимала, что происходит в моей жизни, и что я попадаю в один и тот же сценарий. Да, я тоже обижалась на подруг, что они уставали от моего нытья. И я продолжала страдать одна в гордом одиночестве. Думала, что меня никто не понимает. В то время в моей картине мира просто не было того, что я могу обратиться за помощью к психологу. Вернее, я слышала о таких людях, но они мне казались какими-то далёкими, непонятными, странными, что к ним обращаются психические нездоровые люди, которые не могут сами разобраться со своими проблемами. И если я иду к психологу, то тем самым я как бы признаю свою слабость. Признать, что я не справилась, и попросить у кого-то помощи — это как признать свою проблему, поражение. Так я думала тогда. Но я же сильная, здоровая, я справлюсь сама, ведь я в порядке, я же не больная. И вообще, как я могу идти к совершенно чужому человеку? Ведь я его не знаю. Могу ли я доверять ему? Как смогу открыться? Лучше я сама почитаю книги, посмотрю видео и во всём разберусь. Ну я же не дура какая-нибудь. Так что тогда я не видела для себя варианта решать свои проблемы и вопросы с психологией. Да и людей, которые обращаются к психологам, я тоже тогда не понимала. Прошли годы, и я действительно во многом разобралась сама. Были перечитаны горы книг, статей, пересмотрены гигабайты видеоматериалов. Я осознала, как многое в жизни можно менять с помощью психологии. Об этом рассказывала в других своих видео. Но я столкнулась с проблемой, которую никак не могла решить сама. И ко мне пришла идея начать ходить к психологу. Мне посоветовали хорошего гештальтерапевта, и я решилась на этот эксперимент. Помню, как сильно я нервничала и не спала ночь перед нашей встречей. В голове крутились мысли. Кто она? Какая она? Как ко мне отнесётся? Как я смогу раскрыться перед совершенно незнакомым человеком? О чём мы будем говорить? Вдруг мы не понравимся или не подойдём друг к другу? Мне было очень тревожно и стыдно о себе что-то рассказывать. Особенно то, зачем я пришла. То, с чем не смогла справиться самостоятельно. Я представляла себе, что это будет такая мамочка, которая будет рассматривать меня под микроскопом, осуждать, учить жизни и ставить диагнозы. А сможет ли она мне помочь? А поймёт ли она мою боль? Чем вообще могут помочь простые разговоры? Думала я. Мне было страшно и в то же время и интересно. А ещё мне было жалко платить деньги за простые разговоры. Зачем платить, если можно не платить? Как говорила Кэрри. Может, саму как-то рассосётся и наладится. Я думала, Боже, зачем я это сделала? Зачем я договорилась о встрече? Может, всё отменить и жить себе спокойно? Вроде и так всё неплохо. Сейчас знаю, что с такими внутренними сопротивлениями, переменам сталкивается большинство людей. Однако, я набралась смелости и пошла навстречу с давно забытым чувством, как перед экзаменом. Решила, что схожу всего один раз, как-то это переживу, а потом свалю под каким-нибудь предлогом. Что было дальше, спросите вы. На первой сессии я получила столько принятия, тепла, понимания и безоценочности от своего психолога, что была ошарашена. Меня видят, меня не осуждают, понимают, не наказывают, не обесценивают мои страдания. Я была в приятном шоке, так как получила новый, неизвестный ранее мне опыт взаимодействия с новым, неизвестным мне человеком. И с нетерпением ждала следующей встречи. Ведь мне они так нравились. Но даже несмотря на это, каждый раз я испытывала сопротивление перед сессией и хотела сбежать. Зато, когда встреча заканчивалась, я думала, как же хорошо, что я всё-таки пришла. Многие моменты, инсайты я помню до сих пор, и они мне помогают в жизни. Я ещё больше узнала себя. Хотя многие осознания не были приятными, но именно они были самыми полезными и продвинули меня больше всего. Наша совместная работа продолжалась, и я всё чаще стала ловить себя на мысли, что хочу заниматься тем же самым. Я хочу быть психологом. Мне так нравился этот процесс искреннего, безоценочного общения с человеком по душам. И те результаты и трансформации, которые могут происходить. Это словно касаться душ людей, строить отношения совершенно на другом уровне взаимодействия. Наверное, мне повезло, что попала к своему психологу. И я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю нашу совместную работу. Прошли долгие годы, и теперь я сама стала психологом, и также продолжаю свою личную терапию. Конечно, моё мнение о психологах, клиентах и их работе совершенно изменилось. И если брать наш пример с Кэрри, в чём всё-таки разница между подругой и психологом? И там, и там мы выговариваемся, и становится легче. Однако, иногда подруге мы не можем рассказать на все 100% искренне. У нас могут быть ограничения, общие знакомые. подруга не может дать гарантии, что не расскажет вашу историю другому. Часто бывает, что что-то просто стыдно рассказать, так как это очень личное и сокровенное, в чём нам страшно признаться даже самим себе. А ещё иногда не хочется признаваться в своих ошибках или разрушать нами же придуманный миф о партнёре. А вдруг всё ещё наладится, и он вернётся. потому что ещё совсем недавно вы восхищались им и говорили подругам, какой он прекрасный, как вы его любите, это лучший мужчина на земле, и у вас просто идеальные отношения. Но самое главное, на мой взгляд, отличие, если вы не просто хотите выговориться, выплеснуть эмоции, но и решить вашу ситуацию, вырваться из одного и того же сценария, то подруги вам не помогут. Потому что подруги это часть вашего привычного сценария, в котором вы долгие годы рассказываете им одно и то же. Декорации разные, мужчины разные, а разговоры и переживания всё те же. И в этом есть свой определённый кайф, сладость, годами строить отношения, разочаровываться и потом упиваться своими страданиями вместе с подругой под бокальчик вина. Психолог же поможет увидеть вашу ситуацию со стороны. Вы выявите ваши роли, которые вы постоянно играете. Осознайте своё ведущее ментальное состояние, которое и формирует события жизни, притягивает определённых мужчин. Посмотрите на свою ситуацию словно со стороны, а дальше уже будете сами решать, хотите ли играть в одну и ту же повторяющуюся игру, или вы хотите выйти на новый уровень отношений и обсуждать со своими подругами уже совсем другие темы. Если вы приняли решение что-то менять в своей надоевшей жизни, то как раз подруги могут быть препятствием на пути к переменам. Они-то привыкли к вашим общим ролям и могут бессознательно отыгрывать с вами привычный сценарий. И есть еще один интересный факт, который наблюдала на себе не раз. Когда нам что-то говорят близкие люди или подруги, пусть даже это крутейшие советы и интерпретации, мы словно этого не слышим. Но стоит только нам начать общаться с посторонним человеком, попутчиком в поезде, психологом, то эти же мысли сказанные другим могут сразу же осенить и пазлы вмиг сойдутся. Иногда кажется, что мы словно впервые услышали то, что слышали уже много раз ранее и все поняли. А еще Кэрри говорила своим подругам, ведь древние люди как-то выживали без психологов, на что Миранда резонно ответила, да, но только предел жизни древних людей составлял 30 лет. И мы уже давно не древние люди, мир не стоит на месте. Пришло время бережно и с доверием относиться в первую очередь к себе, а также к своим друзьям и подругам. И когда чувствуете, что сами уже не справляетесь, не видите выхода и действительно хотите что-то изменить в своей жизни, то вы всегда можете рассчитывать на чью-то профессиональную помощь. Еще один вопрос, который я раньше задавала себе сама, а теперь часто слышу его от других, можно ли мне самому что-то проработать без посторонней помощи? Я скажу, конечно можно, я многого достигла в самостоятельной работе над собой. Но есть такие понятия, как слепые зоны и системы психических защит, которые не позволят вам приблизиться и исцелить самые болезненные вопросы самостоятельно. Вы сами их просто не увидите, не поймете, в чем проблема и как ее решить, зато это легко увидит профессионал. В завершении хочу сказать, я обожаю и люблю своих подруг, и они мне нужны, важны и ценны. Без них моя жизнь была бы очень скучной и неполноценной, и я с удовольствием делюсь с ними своими событиями, новостями, мыслями, но теперь не перебарщиваю. И если чувствую, что застряла в проблемах, не могу сама справиться и действительно хочу их решить, то работаю в этом направлении с психологом. И это для меня гарантия того, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону, и я перестану ходить по замкнутому округу. И я в порядке, и подруги довольны. Спасибо, что развиваетесь и ищите себя. подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!